Для цивильских ребят учебный год начался на день раньше. Сегодня в городе открыли новую школу. Буквально за полтора года был реализован инновационный проект. Перерезать красную ленту приехал глава республики. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Дом построенный с любовью. Дом просторный и большой. В нем все созданы условия, чтобы учиться хорошо. Устами первоклассников глаголит истина. Ученикам этой школы могут позавидовать даже столичные дети. Реализовать масштабный проект удалось в рекордные сроки. Еще полтора года назад на этом месте был пустырь. Строительные работы начались в апреле. И вот сейчас подрядчики вручают символический ключ. В школе имени уроженца муниципалитета героя Советского Союза Михаила Силантьева в этом году исполняется 200 лет. Новое здание возвели в стремительно растущем микрорайоне на окраине города. Здесь проживает немало молодых семей, а недавно был открытый детский сад. В первый класс отправится более 180 учеников. Государственная политика президента России Владимира Путина направлена на создание комфортной образовательной среды. Чтобы образовательная среда была доступной для каждого ученика. Воочию видим, за короткий промежуток времени была построена новая, современная, инновационная школа. Это говорит о чем? Это говорит о том, что мы вместе с вами претворяем в реальную жизнь поставленные задачи президентом Российской Федерации. Цивильская школа была возведена в рамках федерального проекта. На строительство объекта направили более 550 миллионов рублей. Это инвестиция, которая поступает в Чувашскую республику. И у нас более трех школ, четырех открывается ежегодно. Но это не только открыть школу, поставить ее, но самое главное – качественно ее построить. На следующий год открываем в Канаше, в Козловском районе и в Волжскую школу, Новый город, 13 детских садов для того, чтобы обеспечить нам дошкольное образование. Чувашия у нас показывает себя очень хорошо, только с хорошей стороны. Все требования необходимые выполнены по соглашениям, которые предусмотрены. С открытием школы в муниципалитете будет решена и проблема второй смены. Тысяча мест по проекту, но просторные классы позволяют принять еще больше детей. Раньше мы учились в другом здании и нам не хватало места. В этом году, в год юбилея, мы перешли в новую школу и мы очень этому рады. Летом я много раз приходил в школу. В первом месяце мы готовились к республиканским играм «Орленок». У нас проходили тренировки в новой школе, разрешили заниматься. И уже за месяц я так привык к этой школе, мне было очень уютно. Размеры и размах школы меня поразили. Очень просторные коридоры, отличные классы, оборудование. Я уверен, что плохо учиться здесь просто будет невозможно. И самое главное, цивильская земля всегда была богата талантами. Нашим детям есть на кого равняться, с кого брать пример. Для этого все у них сегодня есть. В этой школе оборудовали астрономический класс. Звездное небо проецирует на экран. Эффект погружения полный. Сейчас мы выключим солнце, и у нас появятся звезды. И именно эти звезды мы видим сейчас. Можно увидеть их сейчас, в данный момент. Ребят постарше будут обучать и в школьном тире. Огромное спасибо я хочу сказать и главе Северского района, и Михаил Сеевич, вам особенно, за то, что вы помогаете развивать олимпийский вид спорта – пулевая стрельба, которая в Чувашии на сегодняшний день набирает обороты. Ученики уже начали осваивать цифровые микроскопы и комплекты для начинающих биологов и химиков. Успехов! Химия вообще сегодня востребована. Те специалисты, которые получают уже профессиональное образование, они все востребованы на рынке дружбы. Если классам робототехники никого не удивишь, то своим телеканалом может похвастать не каждая школа. Здесь уже готовят новостные выпуски и программы. Надо учиться и стать хорошим профессиональным журналистом. Писать надо правду, как учителя трудятся, как сварщики работают, как механизаторы в полях работают. На высоте и меры безопасности учеников. За периметром школы следят видеокамеры, на входе рамки металлоискателя и турникеты. Картами, да, будут проходить? Брелочками. Брелоки и программы. А у вас уже есть? Да. У всех есть. Система опробованная работает. Система опробованная работает. Ну а заниматься физкультурой ребята смогут не только в спортзале. У школы обустроили футбольный стадион и баскетбольную площадку. Главное, отмечает Михаил Игнатьев, чтобы ученики стремились к наукам. Огромные средства выделяли и выделяем. В этом году только для строительства, реконструкции, капитального ремонта общеобразовательных школ, для оснащения соответствующим оборудованием мы выделили более чем 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Конечно, перспективы огромные, открываются дополнительные возможности. По-другому говоря, вот эти дети будут строить, которые за мной, за моей спиной. Иван, я люблю Россию, я люблю Чувашию, я люблю Цивильск. Это же здорово. Это же простые человеческие слова, которые задевают наши чувства. Россия, Чувашия и я вместе, мы одна семья. Напоминать о дне открытия школы будет «Аллея каштанов». Свою лепту в благоустройство внес и глава региона. Ну а прижиться деревьям пообещали помочь ученики. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова